В Москве погиб спецназовец главного разведывательного управления, предположительно наш с вами земляк, новосибирец. И похоже, эта информация подтверждается. С подробностями главный редактор комсомольской правды в Новосибирске Виктория Минаева, которая с нами на телефонном проводе. Виктория, здравствуй. Да, здравствуйте. Действительно, нам подтвердили в Министерстве обороны, что погибший он из Новосибирска. Это бывший военный, бывший спецназовец Никита Белянкин. В феврале у него закончилась контрактная служба, и вот он как бы ушел на гражданку. Вот знакомые его рассказывают, что он пытался себя найти на гражданке, устроиться или в МЧС, или еще куда-то. Он проживал в Подмосковье в последнее время, у него там была девушка, и ситуация произошла уже вечером. Он гулял вместе с девушкой в Подмосковье, увидел драку возле пивного паба, там была толпа, она избивала двух парней. Не смог пройти как бы мимо, он подошел, начал как-то останавливать этих людей. Вот по неподтвержденным данным речь идет все-таки о толпе мигрантов, то есть они были, как сейчас говорят, лицами славянской национальности, да. И у них тоже завязалась потасовка. У Никиты Белянкина был с тобой травматизм, воздух два раза, но как бы это не остановило толпу, на него как бы побежали, сбились ног, ударили ножом. Удар пришелся в сердце, парень погиб, когда уже скорая приехала, Никита уже был мертв. Значит, в Следственном управлении, Следственного комитета по Московской области уже заявили, что возбуждено уголовное дело по статье убийства, но нападавших пока не поймали. Их было около 10 человек, ну вот разные данные, 10, 15. Можно посмотреть видео на сайте kp.ru, там тоже видно вот эту вот толпу, вот эти вот разборки. И, конечно, видео не такого хорошего качества, но что-то можно на нем увидеть. Что еще известно о Никите? Вот мы сейчас связывались с его сослуживцами. Значит, парень был в командировке в Сирии. И, конечно, ребята, которые с ним были в командировке, они в шоке, что, получается, война парня пощадила, а вот так вот в мирное время просто вечером пошел, заступился за незнакомых людей и погиб. Это, конечно, шокирует. Спасибо, Виктория, за информацию. Я так понимаю, что информация будет еще пополняться? Да, конечно. Я думаю, что в ближайшее время на сайте Комсомольской правды появится большая статья. Сейчас вы можете почитать небольшую новость, посмотреть видео. Поэтому заходите. Ну и те, кто знал Никиту Белянкина, мы просим откликнуться. Мне кажется, парень достоин того, чтобы о нем рассказали и журналисты написали какие-то хорошие слова о том, каким он был человеком. Все-таки не каждый, наверное, вот так вот откликнется и пойдет один против толпы. Я вижу звонок у нас от Владимира. Владимир, доброе утро. Доброе утро. Ну что могу сказать. Читал эту новость, жалко парня, конечно, но всегда говорил и всегда буду повторять, сколько у нас там за девушек вступались, еще за кого-то. Что они получили, Вадим, напомни? Уголовные дела, по-моему, да? Да, если для человека не заканчивается травмами, зачастую человек, который заступился и вышел победителем, заступившись, то подвергается зачастую уголовному преследованию. Вот, а можно и жизнь потерять, как в данном случае. Поэтому, ну вот такая жизнь, такое законодательство, так мы живем, не касается вас, не касается ваших близких. Да хрен пусть хоть убивает. Хочешь, вот то, что ты можешь, это вызвать полицию и все, иди подальше. Живой останешься и без уголовного дела. Ну, а неужели вы останетесь равнодушным и вы увидите, что кто-то, допустим, пристает к девушке, напал на девушку? Не, отвернусь и уйду. Если это не моя девушка, не моя дочь, не моя, дам ребенок, нафиг, все, пустю, хотя делают. Ну, могу максимум в полицию вызвать, все. Спасибо, Владимир, за участие в эфире. А что думаете вы, уважаемые радиослушатели? 289-99-33. Телефон нашей студии. Номер WhatsApp 8-923-145-1102. Здравствуйте. Доброе утро еще раз. Это Дмитрий. Ну, во-первых, соболезнования всем родным и близким парням. Действительно, правильно поступил. Ну, и ушел красиво, как бы это ни звучало. А война, война его не пощадила. То есть, я не сильно сомневаюсь. Если бы у него не был такой склад характера, с которым он пошел на войну, то он бы пошел и заступился за кого-то еще здесь. Для него эта война продолжалась. Он, собственно, погиб как солдат. Иное дело, что, наверное, напрасно вот это вот. Их же учат стрелять. Ну, и меня, соответственно, учили. Стрелять сначала в воздух. Вот это все. Нет. Это все ерунда. Понятно, что у тебя будет уголовное дело. Как только ты заступаешь за человека, правильно предыдущий сказал, будет уголовное дело. Ты идешь с этой мыслью, что в отношении тебя его, скорее всего, у вас будет. Ну, как минимум, доследственная проверка будет. И поэтому, что тебе уже терять? Стреляй. Стреляй куда-нибудь не в воздух. Вот. И все. И тогда, может быть, толпу можно остановить тем, что один из них хотя бы упадет. Вот один упал, и тогда уже они начинают бояться. Пока у них кто-то не упал, я вот просто по себе знаю, пока один из толпы не упал, они ничего не понимают. Пойдете ли вы заступаться за человека, если увидите, что кто-то нуждается в вашей помощи? Слушайте, об этом сложно говорить. Это надо все равно проверять в действии. Понимаете, в чем дело? Хорошо. Скажите, вот сейчас, пока этого не случилось, ваше отношение к этому вы скорее полагаете, что вы пойдете? То есть у вас будет такое намерение или нет? Понятно, что в реальности, возможно, пойдет иначе. Вы знаете, вот сейчас пока сижу в теплой машине, всего подряд защищен, конечно, я на 100% уверен, что кинусь и буду защищать. Как будет там, я не знаю, не могу сказать. Это еще раз говорю, это надо проверять на практике. Иначе это просто уже хвастовство будет. Ну, вы говорите по меньшей мере честно, по отношению к другим, честно по отношению к себе. Спасибо вам, Дмитрий, за звонок, за участие в эфире. 289-99-33. Пойдете ли вы заступаться за незнакомых людей, если такая ситуация возникнет? И как показывает жизнь, ведь рисковать приходится не только во время схватки с незнакомцами, схватки с хулиганами, преступниками, может быть. Рисковать ведь приходится еще и перед уголовным кодексом, поскольку заступаясь, можешь сам оказаться преступником. Вот такое периодически происходит. Это в крови русского человека заступаться за другого, когда приходит беда, написал нам Николай. Думаю, что у меня хватит мужества пойти заступиться. Еще одно сообщение, пришедшее нам в радиоэфир.